Сладкая жизнь закончилась для Порошенко. Ответные российские санкции ударят наряду с киевской верхушкой и по активам шоколадного президента. Кто-то связывает эти контрмеры по аналогии с назойливой мухой. Если она надоедает, достают мухобойку. А если таких мух много? Едва не сорванное выступление крымской делегации на заседании ООН. Последствия водно-энергетической транспортной блокад. В конце концов, тоже скифское золото. Реально ли привлечь украинскую сторону к ответу? Обсудим с Александром Молоховым, адвокатом, руководителем рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации. Кстати, именно он занимается вопросом возвращения с киевского золота. И Яном Эпштейном, директором Черноморской ассоциации международного сотрудничества. Господа, я, кстати, не с пустыми руками. У меня для вас гостинцы. Ян Борисович, как вам конфеты Рошен? О, замечательно. Пробовали вкусные? Которые, наверное, производят в Липецке. Просто для меня непонятно. Продажу запретили. Липецкую фабрику, насколько я знаю, ее тоже закрыли. Я не хочу ничего говорить про продукцию, не буду судить качество или прочее. Но в Крыму, в любом практически магазине, так же, как и я эти купил, можно найти конфеты Рошен. Вопрос, на что идут деньги с продажи этих конфет. И если такого рода санкции мы ввели по отношению к Украине, то есть ли в них смысл? Александр. Знаете, я на самом деле думаю, что все-таки то, что мы сейчас предприняли, это, конечно, вынужденный шаг. Оправданный, безусловно, шаг. Но вообще сама логика санкций, контрсанкций, она, конечно, очень опасна. То есть мы должны понимать, что любые санкции, они, конечно, лежат в контрпродуктивной сфере, назовем это так. Поэтому нам главное обратить внимание общественности мировой, как говорили раньше, прогрессивной общественности, на тот факт, что в данной ситуации мы просто эти меры предпринимаем, что называется, не потому, что мы как-то отрицательно относимся к украинскому народу, украинской стороны. Мы должны подчеркивать, что это санкции индивидуальные, они не избыточные, они персонифицированные, и они не преследуют цель, чтобы страдал украинский народ. Те санкции, которые применены в отношении Крыма, от них страдают простые люди, крымчане. И в этом их, ну, абсолютная, скажем так, незаконность. Андрей Александрович, давайте, Александр, у простых крымчан в лице Яна Борисовича и спросим. Вот, как вы считаете, Андрей Александрович, украинские санкции, они действительно настолько вот больно ударили по Крыму? Вы знаете, некоторые санкции действительно больно ударили по Крыму. Вы знаете, я в течение многих лет, вот еще при Советском Союзе, я был главным конструктором СССР Крымского канала. То есть канал, который я знаю досконально, каналом мы занимались очень много лет, и сегодня, я помню, как мы его восстанавливали, как мы его приводили в порядок, и сколько он давал нам сегодня, давал в тот период пользы. И что мы видим сегодня, когда канал пересушен, то есть это затраты, и это не только сказывается на нас, но, простите, это сказывается и на Украине, потому что там тоже возникли большие проблемы, которые связаны с избытком воды. Но самое главное, что река Днепр берет свое начало не в Украине, вы это прекрасно знаете, а берет в России. Это один из вопросов. Второй вопрос... Думаете перекрыть Днепр? Ну, об этом уже говорили. Как санкция, да? Да. У нас, мы помним, что у нас было с электроэнергией. Хорошо, слава богу, что мы сегодня находимся в таком государстве, которое на эти все вопросы может решить, и решить достаточно быстро. Это энергомост, это подстанции, которые у нас сегодня, станции, точнее, делаются, ТЭСы. Вот, и поэтому, а возьмите возможность выехать за рубеж. Это уже как бы мировые санкции, это не только украинские санкции, это всемирные санкции, которые наложили на наших людей. И крымчанин, он как бы является такой персоной, которая не может получить определенные, так сказать, визы, получить какие-то государства. Вот, ну вот, поэтому, собственно, и я вот хотел бы перейти к тому, о чем мы сегодня, чем мы сегодня занимаемся. Вы, вот, переходите прямо по моему сценарию, потому что как раз-таки о всех этих блокадах я и планировал сейчас поговорить. Вот, по сути, это являются нарушения... Прав человека. ...международных норм. Действительно, Александр, вот вы, как юрист, безусловно, это знаете, да? Это нарушение права на питьевую воду, на санитарные услуги, права на питание, в конце концов. Это все предусмотрено, всеобщая декларация прав человека, не так ли? Вот, есть ли реальные шансы привлечь, в том числе, украинскую сторону к ответу? Ну, я считаю, что мы должны не только украинскую сторону привлечь к ответу, а прежде всего Евросоюз. Потому что с американскими санкциями сложнее, а спорить их, к сожалению, практически невозможно. А вот санкции Евросоюза можно оспорить, крымские санкции Евросоюза в Европейском суде справедливости, в Люксембурге, суде Евросоюза. Я считаю, что у нас есть все шансы победить в этом судебном процессе. Другое дело, что это сложная, непростая работа, которую в тесном сотрудничестве с МИДом, с Минюстом нужно осуществлять и проводить. Дело в том, что мы фактически западный мир будем бить его же оружием, потому что права человека – это святое. И очень трудно нам возразить, когда мы говорим о том, что вы фактически крымский полуостров превращаете в черную дуру. Александр, если нам дают говорить, на примере заседания ООН, легко было прорваться к крымской делегации, вам выступить? Легко? Слово, прямо так, приехал Александр, вот, пожалуйста, выступайте. Нет, ну были проблемы, наверное, все знают о том, что пытались вообще вычеркнуть слово Крым из повестки, из наших выступлений. Даже пытались цензурировать наше выступление, это раз. Во-вторых, по факту уже выступления, состоявшихся наших, были угрозы со стороны украинской делегации. Но, тем не менее, угрожали второму нашему представителю, Сергею Пинчуку, который от Международного совета российских соотечественников выступал. Потому что его выступление, оно касалось нарушения прав крымских татар на Украине, самой же Украине. Александр, угрозы бывают разные, да, можно культурно попросить, дипломатически, да, или легко намекнуть, а можно, как там, условно, ГОП-компания подойдет и начнет угрожать. Какого формата эти угрозы были? Ну, я не присутствовал, но, опять же, у меня нет никаких оснований не доверять Сергею. Речь шла о том, что мы тебя не забудем, мы тебя достанем. Вот в таком формате дипломат украинский, которого, на самом деле, при желании можно было бы идентифицировать, он после заседания позволил себе подойти к Сергею и вот такое высказать в присутствии свидетелей. То есть это, конечно, форменное безобразие, это показывает, что наше выступление действительно задело за живую украинскую делегацию в Совете по правам человека в ООН в Женеве. Но я сейчас говорил-то о другом, я говорил о наступлении именно на юридическом фронте, то есть нужно подавать иски в суды и нужно не стесняться этого делать, потому что одно дело народная дипломатия, общественная дипломатия, вот такие публичные выступления на площадке ООН, ОПСЕ, других площадках. Мы должны это наступление разворачивать на всех фронтах. Александр, я бы хотел продолжить тему угроз. Ян Борисович, хочу к вам обратиться уже не как к простому крымчанину, а как к президенту Всекрымско-Еврейского конгресса. Все мы знаем, что на территории Украины тоже проживают евреи. И есть определенная категория представителей этой национальности, тот же Коломойский, которая, по сути, угрожает крымчанам. Ну, вы знаете, то, что происходит... Кстати, называются еврейскими бандеровцами. Да, их называются бандеровцы. Есть такое выражение, которое появилось в Украине. А причем они этим кичатся. Да, я вам хочу сказать, что то, что сегодня происходит вот у нас, и то, что происходит сегодня там, мы понимаем, что бывает какой-то антисемитизм на уровне бытовом. Но самое главное, что сегодня на государственном уровне мы ощущаем поддержку, невероятную поддержку. Вы понимаете, нам сегодня, вот только я знаю, у меня есть несколько писем, которые подписаны президентом, и выделение денежных средств для евреев Крыма, в плане реставрации нашей синагоги, и по передаче зданий старых, которые принадлежали, так сказать, здания Талмуд Тору. Ян Борисович, я прошу прощения, но то, что происходит у нас в Крыму, мы знаем. Слава Богу. Что происходит там? Ваши отношения к этим представителям? Значит, я хочу сказать, что то, что сегодня происходит в Украине, то для нас это сегодня действительно тоже выявляется нонсенсом. Мы видим, что сегодня на Украине продолжается факельное шествие. Кто их финансирует, мы примерно знаем, вы уже называете. Мы знаем о тех антисемитских выступлениях, которые проходили в Тернополе, которые проходят в Киеве, которые проходили в районе Баби-Ваяра, где сносят памятники, где пишут то же самое, что было в Одессе, где пишут нехорошие, нецензурные слова и ужасные выражения по отношению к еврейской национальности. Понимаете, это то, что сегодня стало на определенный уровень. И самое главное, это поддерживается сегодня государством. Ведь государство ничего не делает. Когда проходят какие-то митинги, те же факельные шествия, которые были в 1938 году в Германии, мы знаем, что 9 ноября этого года мы будем отмечать страшную дату, это 80 лет Хрустальной ночи, когда более 30 тысяч евреев были пошли в концлагеря и были уничтожены. И что мы видим сегодня в Украине, когда 2 января каждого года идет парад, факельные шествия, отмечают день рождения Бандеры. Понимаете, то есть Бандера стал национальным героем. Человек, который уничтожал, и что евреевки в Украине могут сделать? Ничего. Понимаете, получается, что учитывая, что государство... Есть у нас, я знаю, в Украине есть такие люди, которые об этом пишут постоянно. Вот Эдуард Долинский, я его очень хорошо знаю, который постоянно выступает против этого, который пишет. Но мне просто обидно, я боюсь, волнуюсь за него, за то, что он может произойти. А что вот евреи государства Израиль думают по этому поводу? Вы знаете, что касается... Мы с Израилем общаемся постоянно. И я вам хочу сказать, что вот сейчас к нам приезжают достаточно часто израильтяне. У нас есть определенные проекты, которые мы пытаемся сделать или что-то хотим сделать. Вы знаете, многие из них, некоторые из них получили уже даже российское гражданство, есть такие, которые имеют российские паспорта. Но я вам хочу сказать, что в основном, в основном, вы знаете, как формировался Израиль. Это было очень много людей, которые выезжали из Украины, которые выезжали из России. Большое количество людей. Конечно, да. И поэтому вот это Алия, и даже недавно меня поздравили храмские татары с Днем Алии. То есть такой праздник, который есть на территории Израиля. В мире он отмечается. Я вам хочу сказать, что многие, большинство, конечно, израильтян, простых израильтян, они понимают ситуацию, которая здесь сложилась. Мы с ними общаемся, они понимают это. Но понимаете, их тоже в определенной степени подпадают под какие-то определенные угрозы. Хотя я вам хочу сказать, что вот само государство Израиль, само государство, вы знаете, оно небольшое, но оно стало очень сильным. И сильным стало за счет вот этой Алии, за счет приезжих, если можно так сказать, приезжих мозгов. И не только за счет поддержки некоторых стран. Давайте будем откровенно. Вот я хотел об этом как раз и сказать, что почему, может быть, и они боятся высказать все так, как есть, и так, как они думают, потому что у них есть определенная поддержка, мы знаем, каких стран. Понимаете, вот это очень важно. Александр, вот хотелось бы вернуться непосредственно к заседанию ООН. На тот момент действительно были сложности, вы это подтверждаете, просто в плане того, чтобы крымчане имели возможность высказаться, или хотя бы в принципе российская сторона имела какое-то определенное веское слово. Но вот вы сказали, что столкнулись с определенными рода трудностями. А само выступление, оно возымело какое-то действие, или это была просто формальность? Вышли, выступили, поговорили, разошлись, все забыли? Нет, резонанс был. Дело в том, что Совет по правам ЧАК ООН это достаточно авторитетная площадка, это практически представители всех стран мира там участвуют, то есть это около 200 делегатов. Но это отлаженная машина, которая работает как часы, это площадка, конечно, которая, по сравнению с УБСЕ, более масштабный характер носит. И интерес был, потому что выступали мы... Ну, я выступал на русском языке, но перевод там синхронный, а Сергей Петчук вообще выступал на английском языке, поэтому интерес был. И после заседания к нам подходили люди, которые вообще, на самом деле, даже не очень понимали... Для них это было некоторое такое удивление, шок. Как же так? Потому что, конечно, украинская сторона прикладывает титанические усилия для того, чтобы дезинформировать вообще мировое общественное мнение о том, что происходит реально в Крыму, что происходит на территории Украины. Ну, Александр, наконец-то Европа, да, часть Запада узнала, я имею в виду и простых людей, и представителей, которые были непосредственно на заседании, о том, что Крым пережил как минимум три блокады со стороны Украины. Я знаю, что вы занимаетесь в том числе в юридическом плане, ведете эти дела. Вот иск о водной блокаде Крыма от компании «Крым Рыбкомбинат» прошел уже три украинские инстанции, да? Теперь он передан в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Да, мы ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев будет эта жалоба уже и присвоен будет номер. Есть реальный шанс выиграть дело? Я считаю, что есть реальный шанс, потому что мы хорошо подготовились к этому делу, и привели примеры из практики самого Европейского суда по правам человека, в том числе по аналогичным делам, связанным с Украиной как раз. Мы рассчитываем на то, что будет признано, что Украина нарушила право на справедливое судебное разбирательство, что Европейский суд признает, что нарушено право собственности крымского рыбокомбината, и что вообще эффективные средства правовой защиты крымчан именно на Украине отсутствуют. То есть фактически мы были лишены права на доступ к правосудию. В свое время было много громких заявлений. Юристы потребуют от Украины целый миллиард компенсации. Потом был коллективный иск, потом десятки исковых заявлений из-за водной, энергетической, транспортной блокад. А хоть один из этих исков уже дал реальный результат? Хоть одно дело удалось выиграть? Нет, пока похвастаться нечем. Водная блокада и крымский рыбокомбинат – это первое дело, которое дошло до Европейского суда. Мы не рассчитывали выиграть в украинских судах. Что касается энергоблокады, то просто из тактических соображений я не буду раскрывать все карты. У нас сейчас подготовлен один иск, кейс, и он будет рассматриваться на территории Российской Федерации. Я надеюсь, и мы можем рассчитывать на его эффективное, быстрое рассмотрение здесь, в России, с соблюдением всех прав противоположной стороны ответчика. Что касается коллективного иска по энергоблокаде, мы тоже готовимся к этому. Поэтому сроки еще есть, это очень серьезное дело. Но оно требует, безусловно, определенной аккумуляции усилий. Мы надеемся, что будет создан фонд правовой поддержки интересов Крыма, общественная, независимая, некоммерческая организация, которая, может быть, даже будет носить международный характер. Мы рассчитываем на то, что у нас среди учредителей будут и международные организации. И вот этот фонд будет заниматься всем комплексом проблем. Здесь же не только водная, транспортная, информационная, энергетическая блокада, нарушение прав простых крымчан в связи с визовыми ограничениями, крымские санкции, крымские санкции. Вообще все в комплексе, с киевское золото. Нужно все это, как мне кажется, в одном центре, чтобы это было. С киевское золото мы еще к нему вернемся, а сейчас Ян Варисович. Тут масса дел. Крым в современном международном контексте. Вот 2014 год, воссоединение. Действительно было очень много шума с этим связанное. Ну, сели, повозмущались, санкции какие-то вели. А что дальше? Да забыли уже, по сути, все про Крым. Вот кому Крым нужен? В Киеве иногда что-то погавкают в сторону Крыма. Или какой-никакой европейский политик что-нибудь ради своего рейтинга скажет. Но вот по факту, крымская тема, на ваш взгляд, она что, по-прежнему в топе? Вы знаете, крымская тема в топе, потому что, вы знаете, Крым это орден на груди планеты Земля, как сказал в свое время Пабло Наруда. Это стало нашим девизом, девизом нашей конференции, девизом ЧАМСа, Черноморской ассоциации международного сотрудничества. И я вам хочу сказать, что первые, когда появились вот эти все санкции, когда уже были созданы у нас общественные организации, 2014 год, то мы предложили главе республики провести вот такую первую конференцию Крым в современном международном контексте. Она состоялась, первая конференция в октябре 2015 года. Андрей Иванович, ну а теперь форум друзей у вас еще есть, да? Потом у нас, нет, в рамках этой конференции у нас проводился форум друзей Крыма. В рамках этого форума друзей Крыма у нас создана ассоциация друзей Крыма. Вот, Андрей Иванович, об этих друзьях я бы хотел с вами поговорить. А ради чего они с Крымом дружат? Какие-то бизнес-интересы, опять же, какие-то политические рейтинги. Вот ради чего? Ну, вы понимаете, прежде всего, это люди, которые понимают ту ситуацию, которая сегодня происходит. Люди, которые трезво мыслят. И люди, которые понимают, что то, в какое положение сегодня загнали Крым и крымчан, это несправедливо, это нарушение прав человека. Это люди понимают, они об этом говорят. Мы неоднократно проводили всевозможные конференции, мероприятия, где они бывают. Это люди, вы знаете, из большого количества стран мира. У нас сегодня порядка 17 клубов друзей Крыма созданы в различных странах. Ян Григорьевич, насчет того, кто эти люди, я бы хотел уточнить. По сути, это малоизвестные политики, общественные деятели, представители оппозиции. В лучшем случае, какие-нибудь действующие парламентарии небольшого региона, еще меньшего субъекта парламента. Какой их реальный удельный вес в своей стране, в своей общественности? Могут ли они влиять на решения? Вы понимаете, что нам очень важно? Нам очень важно, чтобы вы сегодня говорили о том, что Украина рассказывает о Крыме, о России. Украина передает какую-то информацию. Вот Александр Владимирович был на этих конференциях, которые проходят на международных площадках. Понимаете, нам нужны люди, которые приедут сюда, которые не побоятся этого. Приедут и покажут ту реальную картину, в которой сегодня находится Крым. Как Крым живет. И вот те люди, которые к нам приезжали, к нам уже приезжало более 120-130 делегаций. Вы вспомните, когда... То есть это информационные проводники? Прежде всего, это информационные проводники. Мы даже меньше здесь говорим о бизнесе, потому что бизнес рассматривается больше на других площадках. Там Ялтинский экономический форум. Хотя мы здесь тоже с ними говорим. У нас были определенные договоренности с итальянцами, израильтянами, с немцами, норвежцами и так далее. Всегда все предлагают как-то. Потому что Крым это уникальное место. Они хотят сюда возить туристов. Вот сейчас мы с китайцами договорились. Есть у нас определенные договоренности. И я вам хочу сказать, что люди, которые приезжают, вот вы сказали, что они на каких-то небольших своих регионах являются какими-то политиками небольших, может быть, зон, которые меньше Крыма. Но понимаете, вот эти зоны, они сегодня имеют очень большой выход. Они сегодня могут много показать, рассказать. Один Андреас Маурер, который приезжает сюда постоянно, с которым мы очень плотно работаем. Я знаю, записывал с ним интервью. Вот этот человек действительно, я уверен, что он информационно воздействует. И вы смотрите, против него возбуждено уголовное дело. Там идет суд в этом районе. Почему? Потому что он ездит в Крым, он же собирает там, собирал огромное количество, миллионное количество, сотнях тысяч людей, которым это рассказывает. А у нас же мы как говорим, они одним рассказали, второе дальше и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, вот буквально несколько дней назад, когда у нас произошла трагедия в Керчи, это страшная трагедия в Керчи, мне звонили, есть такая международная радиостанция, русскоязычная радиостанция «Вера». Находится она в Канаде, в Ванкувере. Я с ними достаточно много лет как бы сотрудничал. Они вещают на весь мир. Причем слушают весь мир и задают сразу вопрос. Они тут же в этот день позвонили. И я им дал небольшое интервью. Вот мы в ближайшее время с ними будем общаться. И что очень важно, это Канада, Ванкувер, они попросили, пришлите нам счет, на который мы могли бы собрать деньги для тех крымчан, для тех керчан, которые остались, либо остались семьи погибших, либо те, которые сегодня находятся на лечении. Понимаете, до мира это доходит. То самое человеческое участие вне зависимости от политики и национальности. Спасибо, Ян Борисович. Закончите мысль. Сегодня вот эти политики, которые к нам приезжают и которые к нам приедут завтра, точнее уже сегодня вечером, и которые мы завтра встречаемся в Левадийском дворце. Вы знаете, они действительно приедут. Это те политики, которые с нами дружат, которые являются именно друзьями Крыма. Ян Борисович, просто есть еще одна важная тема к обсуждению. У нас времени не так уж много, но Александр, скифское золото, именно тот проект, который вы в том числе ведете. Ну, уже пять лет, наверное, длится эта история около этого. Когда крымские музеи получат обратно свои экспонаты? А Крым, соответственно, историко-археологическое наследие. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что все-таки ведущую роль в этом процессе играет Минюст Российской Федерации. И, естественно, крымские музеи с помощью компетентных специалистов ведут эту тяжбу. Есть адвокаты, которые, в том числе и зарубежные адвокаты, которые ведут эту тяжбу. Мы, как можем, участвуем в этом процессе, даем какие-то свои советы, рекомендации. Скоро будет рассмотрение дела в апелляционной инстанции, в окружном суде Амстердама. Более того, как бы ни закончился этот суд в апелляции, потому что вы знаете, что, к сожалению, первая инстанция была проиграна, в любом случае будет недовольная сторона и в любом случае будет подана еще касация. Поэтому этот процесс в ближайшее время не закончится, нужно набраться терпения. Я думаю, что время работает все-таки на здравый смысл, на крымчан. И, ну, как минимум, пока на данном этапе это золото не уйдет на Украину и не растворится там. То есть пока, я думаю, что есть общее понимание, что некие обеспечительные меры существуют, и золото остается там, на территории Нидерландов, и это не самый худший исход пока. Пока идут судебные тяжбы, пускай будет так. Александр, ну вот с точки зрения обычного человека, убирая ваши юридические всевозможные нюансы, коллизии, проволочки, вот была часть выставки, ее отправили на Украину, та, которая принадлежала украинской стороне. Есть часть выставки, которая принадлежит Крымским музеям, да? Значит, ее надо отправить куда? Оставить, наверное, у себя в Амстердаме, да? Вот говорят, что уже свыклись в Амстердаме с мыслью, что это золото находится у них. А оно сейчас на выставке? Нет, оно в запасниках, они совсем не рады, потому что это золото нужно страховать. Украинская сторона, кстати, отказывается оплачивать даже расходы по его хранению, несмотря на то, что он считает свои... Может, чувствует, что скоро золото вернется? Сложно сказать, это действительно очень сложный процесс, уникальный, аналогов в мировой истории нет. Но мы все возможное делаем для того, чтобы сохранить это золото для крымчан, поверьте. Что от нас зависит, мы делаем и в рамках рабочей группы, и уверяю вас, мы помним о том, что это боль, это наша гордость, и это дело чести в конце концов. Мы будем надеяться, что и ваша юридическая работа, и ваша общественная, Иван Борисович, приведут к правильному результату. Господа, я так понимаю, конфеты не будете, поэтому вам спасибо за беседу, зрителям за внимание, встретимся на следующей неделе в это же время в прямом эфире и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова